В Ак-Тубе талые воды топят жилые дома. Люди утверждают, что в комнатах плавают вещи, а из унитазов льется вода. Помимо этого, паводки парализовали работу аэропорта. Там подтопило взлетно-посадочные полосы. В результате задерживаются 14 рейсов. Из-за плюсовой температуры и дождя снег начал активно таять. Местные жители передвигаются по улицам, по колено, а то и по пояс в воде. О последствиях стихии. Репортаж Лейлы Ауэсовой. Знаете, что делать, братан? Что нам делать? Потоп в компьютерном клубе застал врасплох посетителей и сотрудников. На кадрах видно, как вода хлещет из унитазов и быстро заполняет помещение. Лечит батыра 112. Вот так нам делали дорогу. Уже в прошлом году такого потопа в жизни не было. Талая вода заливает подвалы и скапливается во дворах многоэтажек. Люди не могут попасть домой. О том, что снег начнет интенсивно таять, синоптики предупреждали. Но дождливая погода только усугубила ситуацию. Топит и частный сектор. Здесь уже образовались целые озера. Жители переправляются по улице на плавучих средствах. Сейчас мы находимся в центре города. Это район Сильмаш. Весь частный сектор затоплен. Самый ходовой товар в Ак-Тубе сейчас это вот такие надувные лодки и резиновые сапоги. Жители, чтобы попасть в свои дома, вынуждены буквально переплывать вот это море на лодке. Под удар стихии попали новостройки в жилом массиве Самал. В округе затоплены десятки дворов, хозпостроек и гаражей. Люди за свой счет наняли технику и вскрыли дорожное полотно. В прошлом году привезли эти трубы, положили, но они маленький диаметр. Забили щепенью, вы видите даже. Вода не проходила. Всю ночь мы ходим здесь. Вот мой дом, затопило его полностью. Три года подряд вода домой заходит. Дома весь ремонт, все. Вещи, все, линолеум, ламинат, все уже в воде. Обои, все у нас плесенью покрылось. Люди обрывают телефоны горячей линии. На сегодня в противопаводковый штаб поступило больше трех тысяч обращений. Чиновники говорят, запаслись мешками с песком. На улицах работают 50 осенизаторских машин. Но пока это особо не спасает. От наводнения в этом квадрате пострадали несколько домов. 12 домов, которые пострадали, в которые зашла вода. В рамках противопаводковых мероприятий была подготовлена дамба. Дамба на данный момент работает в больших планах. Это строительство большого канала вдоль улицы Букинбай-Батыра. Чтобы полностью вода, которая будет прибывать и со степи, и со стороны аэропорта, чтобы она направлялась именно в реку Сазда. К борьбе с паводками подключили военных и полицейских. На подмогу экстренно вызвали отряд спасателей из соседней Мангистауской области. Помимо населенных пунктов, под контролем держат и железнодорожные пути. Размытие зафиксировали пока только на частной ветке, недалеко от станции Жем. В этом же районе из-за паводка рухнул мост, соединяющий дорогу со старым аэродромом. К слову, для оказания помощи пострадавшим от паводка в регионе создали специальную комиссию.